Для родителей август – время активной подготовки ребенка к школе. Именно в это время на рынках, в канцелярских магазинах начинается настоящий ажиотаж. А что же представляют из себя школьные ярмарки? Попробуем разобраться. В этом году так называемые школьные базары развернулись в пяти точках города. Свои товары здесь предлагают как частные предприниматели, так и большие сетевые магазины. В Комитете потребительского рынка отмечают, что цены на таких ярмарках на 10-15% ниже розничных. Школьный базар – это место, где предприниматели получают возможность продать горожанам продукцию для того, чтобы собрать своих учеников к школе. Управляющие компании, администрации рынков торговых комплексов приглашают предпринимателей не только своего комплекса, но и сторонних. Полностью набор, ну достаточно скромный, хочу сказать, набор, но полностью удовлетворяю, который бы удовлетворил требования, на школьных базаров составит от 1000 до 2000 рублей. Существует талон на удешевление школьной формы, который в том числе на торговом комплексе НАКСАКО-8 работает. Талон удешевления составляет по школьной форме 711 рублей. Сейчас покупателей на школьных ярмарках не очень много. Пик продаж наблюдается обычно к концу августа. Предприниматели полагают, что это связано с запросами учителей, ведь в большинстве школ о том, какие канцтовары необходимы ученикам, родители узнают только 1 сентября. Так как мы работаем уже давно на школьном рынке с канцелярскими товарами, основные списки мы уже знаем, особенно для младших классов. Всех есть какие-то свои фишки предпринимателей, что они возят что-то, хочется привезти интересное, чего нет ни у кого. Поэтому это и бизнес, и удовольствие. Оренбургские школьные базары различаются спецификой предлагаемого товара. За школьной формой, к примеру, лучше всего идти на выставку-продажу к Дому культуры молодежной, в торговый комплекс «Город-Локомотив» или на Оксакова-8. А самое большое разнообразие канцелярских товаров и рюкзаков на маршала Жукова, около здания областной филармонии. Договорные цены, можно договориться всегда с покупателем. Крупные покупки делаем нужные школьные подарки. Галстук, ремешок. Действительны ли цены на школьных ярмарках ниже, чем в канцелярских магазинах? Редакция телеканала ЮТВ решила выяснить, так ли это на самом деле, и провела эксперимент. Среди наших подписчиков в социальных сетях нашлись родители, которые посетили школьные базары города и узнали цены на самые востребованные товары. На данный момент мне показалось, что на школьном базаре цены такие приемлемые и очень доступные. Сейчас собирают моих дочек в школу. Одна из них идет только в первый класс, поэтому покупаем все с нуля. Присматриваем, естественно, смотрим, ходим по разным точкам, по разным магазинам. Зависит еще от качества, конечно же. Я бы не сказала, что сильно большое отличие, но все-таки оно есть, на мой взгляд. Таким образом, с помощью добровольцев нам удалось вывести средние цены на самые необходимые школьные товары. Обычную синюю ручку можно купить примерно за 10 рублей 50 копеек. Набор из шести простых карандашей за 50 рублей, а комплект из 12 цветных за 117 рублей. Дневник на школьной ярмарке стоит примерно 55 рублей 50 копеек. Пенал – 147 рублей. 12-листовая тетрадь – 4 рубля. 48-листовая – 24. Средняя цена портфеля – 1380 рублей. Школьную форму для девочки можно купить примерно за 4200 рублей. Блузку за 910. Форма для мальчиков обойдется приблизительно в 5000 рублей, а рубашка в 710. По подсчетам Комитета потребительского рынка, минимальный школьный набор, в который входят формы, портфель и канцелярские товары, обойдется в 5000 рублей. Однако, по данным опроса, который мы провели в соцсетях среди родителей, на подготовку ребенка к школе уходит куда больше – 15, а то и 18 тысяч рублей. Юлия Ситникова, Иван Медведев, Максим Мораль, городской телеканал ЮТВ.